Жители нередко предъявляют к сотрудникам управляющих компаний высокие требования и подмечают их недостатки. Но как хорошо, что есть день в году, когда хочется не просто отметить хорошую работу представителей жилищно-коммунальной сферы, но и поблагодарить их за усилия и, конечно же, поздравить с праздником. Это день работников бытового обслуживания, населения и жилищно-коммунального хозяйства. На днях в совхозе имени Ленина поздравляли сотрудников управляющей компании. Тему продолжит наш корреспондент Лариса Вольнова. 21 марта в здании администрации сельского поселения совхоз имени Ленина состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Кто же они – главные герои праздника, представители управляющей компании совхоз имени Ленина Плюс. Вы помните, как все начиналось, когда мы очень недовольны были управляющей компанией, которая здесь работала, с двумя обоими компаниями, нефистикой, но и только одно. Надо это дело получиться ценностям. И создали компанию. И вот видите, за пять лет это стало лучше не только в области, но и в России. Успехи компании не вызывают сомнения. За пять лет существования компания показала себя очень работоспособной. Получала множество наград в части благоустройства и содержания общего имущества. В 2013 году заняла первую строчку в рейтинге управляющих компаний Московской области. Получила сертификат качества. Также вошла в национальный рейтинг компаний, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. Глава поселения Елена Добренкова поблагодарила сотрудников за эффективную работу. Мобильность этой управляющей компании, желание людей сделать так, чтобы было комфортно жить, привело к тому, что мы действительно сейчас говорим, что в совхозе Ленина, именно в поселке совхоза Ленина, управляющая компания делает все для того, чтобы соответствовать тому призыву, который мы говорим, это построение территории социального оптимизма. И достигается это каждодневным трудом. Деятельность работников жилищно-коммунальной сферы сложная. Требует постоянного внимания и ответственности. Сергей работает мастером участка, организовывает и контролирует других. Бывает, конечно, сложно. И по ночам бывают у нас очень часто вызовы. И казусные, смешные моменты бывают. Этого хватает в избытке. Так что... Ну, все равно вам нравится. Да, мне нравится. Все они, сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина Плюс», трудятся на благо жителей. Коллектив у нас небольшой, сплоченный. Ну, каждый как бы старается по-своему. Все вместе мы, в общем-то, выполняем дело. Стараемся для поселка, для жителей, чтобы у нас все было хорошо. В ходе мероприятия лучших по профессии наградили благодарственными письмами, грамотами, подарками и даже медалями. Вот, например, труд и заслуги Зинаиды Буйняк отметили медалью «Ветеран отрасли ЖКХ». Зинаида Павловна работает лифтером уже около 20 лет. Мне нравится работа. Мне, как говорят, обращаются со мной хорошо. Я стараюсь выполнять все свои это. Я довольна и жизнью довольна, и работой довольна, и отношений ко мне очень-очень довольна всем. Управляющая компания с самого начала работы взяла высокую планку. Сотрудники признаются, что держать ее непросто, но они очень стараются. В условиях, когда меняется законодательство и люди становятся более требовательными, служащие тоже растут, чтобы отвечать новым требованиям. И у них это получается.